Футбол или политика? В принципе, и первая, и вторая игра. Но когда они пересекаются, получается кремучая смесь. Что, собственно, и видно по ажиотажу вокруг товарищеского матча Крымского и Турецкого клубов. Обсудим это с нашими гостями. В студии Сергей Бородкин, председатель Республиканской Федерации Футбола Крыма. Альберт Куршутов, президент профессионального футбольного клуба «Кизлтаж». Лемар Аханум Селиндели, председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике Совета Крымских Татар при главе Республики Крым. Кроме того, мы узнаем мнение турецкой стороны. Ситуацию прокомментирует Унверсель, председатель Федерации общественных организаций крымских татар Турции. И свяжемся с ним по скайпу. Господа, ну для начала поздравляю, наверное, все-таки с победой, да, крымского клуба «Кизлтаж». Хотя многие считают, что это вовсе и не победа, да, потому что, насколько я знаю, не все далеко разделяют эту радость. Есть те, кто приложил максимум усилий для того, чтобы помешать этому матчу. Альберт, изначально ведь планировали играть с командой «Истанбулспор», да? А почему не состоялся этот матч? Ну, да, мы готовились и изначальные договоренности были об игре с командой первой лиги Турции, с командой «Станбулспор». Значит, мы приехали, прибыли в Турцию, нас замечательно, великолепно встретили. Мы разместились, готовились, тренировались на спортивной базе «Станбулспор». Вот, но за день до игры, значит, со стороны Украины последовала нота протеста в адрес Министерства иностранных дел Турции относительно того, что этот матч не должен состояться. После этого Министерство иностранных дел уже направило обращение в Федерацию футбола Турции и уже и одновременно направило в клуб. И вот под этим политическим давлением, этому достаточно именитому и сильному во всех отношениях футбольному клубу пришлось поддаться под это напряжение, которое создавалось вокруг политической и пришлось эту игру отменить. Хотя мы общались со всем руководством этого футбольного клуба и все, конечно, до последней минуты рабочего дня, когда принималось решение, конечно, надеялись и делали все для того, чтобы все-таки игра произошла. Но, тем не менее, политика оказалась в данном случае сильнее и этому футбольному клубу пришлось эту игру отменить. Сергей, действительно, запланированный матч вызвал настоящую истерику на территории Украины. Особенно там Чубаров подключился к рассусоливанию этой темы. Он обвинил Истамбулспор в нарушении международного права при его готовности сыграть этот товарищеский матч. А там действительно были какие-то нарушения? Нет. Никаких нарушений вообще со стороны ни команды, ни Турецкой Федерации футбола не было. Было разрешение на проведение товарищеского матча. Турецкая сторона предоставила документы о том, что есть разрешение, что УИФА не возражает. Поэтому здесь только сыграла роль политика. Ну и мы лишний раз убедились с вами в том, что футбол и политика их смешивать нельзя. Правильно вы сказали, это гремучая смесь. И в принципе все убедились, что футбол и его величество футбол победить нельзя. Футбол выиграл, игра состоялась, все нормально. То, что не сыграли с той командой, которую планировали, ну здесь, к сожалению, так случилось. Но сам футбольный матч состоялся. Первый международный товарищеский матч за территорией Крыма состоялся. По сути, блокада прорвана, как мы говорили. Но предлагаю узнать мнение турецкой стороны на связи по скайпу из Анкары. Унверсель, председатель Федерации общественных организаций крымских татар Турции. Унверс, здравствуйте. На сайте МИТурции нет официальных заявлений по поводу отмены этого матча. Но есть информация, что именно это ведомство запретило команде «Истанбулспор» участвовать в матче. Это так? Вот хочется понимать, это самостоятельное решение турецкой стороны или невозможность противостоять давлению извне? Унвери бея мера. Мер бея мера. Иван Григорь Негода, Крым Федерации, Крым Федерации, Крым Федерации и Крым Федерации Иван Григорь Негода, Крым Федерации, Крым Федерации, Крым Федерации Иван Григорь Негода, Крым Федерации Иван Григорь Негода, Крым Федерации, Крым Федерации Иван Григорь Негода, Крым Федерации, Крым Федерации, Крым Федерации, Крым Федерации Иван Григорь Негода, Крым Федерации, Крым Федерации, Крым Федерации Иван Григорь Негода, Крым Федерации, Крым Федерации Иван Григорь Негода, Крым Федерации, Крым Федерации, Крым Федерации, Крым Федерации Иван Григорь Негода, Крым Федерации, Крым Федерации, Крым Федерации За территорией Крыма Они имеют право наслаждаться своей родиной В том числе и смотреть, как зрители футбол И людям, ностальгирующим по родине Мы хотели предоставить такое зрелище Но, к сожалению, Чубаров не понимает Он, наверное, никогда не играл в футбол Что футбол это не политика, это удовольствие Это действительно свободное мероприятие Это была наша мечта и стала нашей целью Альберт, но тем не менее Не с теми соперниками нам удалось сразиться Хотя все-таки достойную команду нашли Футбольный клуб Козелташ провел игру с местной аматорской командой Вот, наверное, Лимар, все-таки вы скажете ее название Кучук-чук-чук-неде То есть это другой уровень? Нет, на самом деле здесь недооценивать Здесь пытались на этом сыграть И в том числе и украинская сторона Сказав о том, что мы играли с дворовой командой Там еще что-то Отнюдь это все совсем не так Команда Кучук-Чекмеджи играет в лиге Супер Аматор Это лига между любителями и профессиональным футболом в Турции Это фарм, клуб, как раз того Стамбул-спорок, с которым мы должны были сыграть Образована в 1911 году То есть в этом случае турецкая сторона Так хитро дипломатично поступила Вроде как и не с этой командой Но в то же время Очень, кстати, порядочно в этой части И вы знаете, у нас тот момент, когда нам сказали Что все, ничего невозможно сделать Это был уже вечер У нас была одна ночь на то, чтобы придумать У нас были разные идеи Начиная от выхода на площадь такси Футбол, как с надписью Футбол не остановить Заканчивая там Ну любыми Потому что мы не могли просто уехать Иначе бы мы проиграли И когда возникла эта идея Мы приехали Это действительно Очень старый клуб С клубными футбольными традициями С футбольной академией Со своей спортивной Инфраструктурой И так далее И это как раз та лига В которой уже разрешены легионеры Это кажется кому-то там Что это любительский клуб На самом деле Первые 20 минут У нас на самом деле Были двоякие ощущения У нас даже не было Вполне уверенности Что мы сможем обыграть Но просто те футболисты Которые там находились Они не понимали Как можно им запретить Играть в футбол И можно запретить делать Все, что угодно Запретить кушать сладкое Там еще что-то Но запретить играть в футбол Невозможно Потому что эта игра Это самая любимая игра В мире Это игра миллионов Эта игра состоит Просто из футбольного мяча И двух створов ворот Мы сегодня можем выйти На любую площадь Поставить мяч И начать играть в футбол Как может политика В этом случае запретить Тем более Внешняя политика Которая начинает Воздействовать И оказывать давление На совсем другое государство В данной части И более того Я соглашусь с теми Кто написал Вот те слова поддержки В нашу сторону Ведь не просто Это подтекст того Что в этой команде Играют крымские татары И руководство этого клуба Крымские татары И первая инициатива О блокировке этого матча И все действия К тому, чтобы он не состоялся Произошли тоже От крымских татар И издание «Заман» Как раз написало Господин Чубаров Вы хотите уничтожить Все крымско-татарское? То есть как только Вы видите Что происходит что-то Связанное с крымскими татарами Или имеющее Какое-либо отношение К этому народу Вы сразу начинаете Это уничтожать То есть мы бы поняли Если бы это произошла От любого другого Европейского государства Которое бы Допустим Не принимает ситуацию По Крыму и так далее Но эта ситуация Произошла именно От человека Который Себя называет Крымским татарем Я знаю Он Интересно Он сказал всем Что все Вот они Празднуют победу Что ничего не состоится И много всего Но честно говоря Гаяна Юксель Чубаров Преклоняя голову Вы сделали нам Такую рекламу Это огромное удовольствие Черный пиар Тоже пиар Настолько пиар Я много лет читаю Пиар Молодцы Спасибо вам Теперь нас любит Вся Турция С нами хотели Фотографироваться Нас знает вся Россия Я знаю Что в Турции Теперь новая поговорка Благодаря вам Появилась Хочет стать знаменитым Сыграя с Козелташем Это так? Так и есть А есть какие-то наработки В плане дальнейших матчев Товарищеских Да Очередных выездов Нет Это был еще один Очень интересный момент Который хотелось бы отметить Что после того Как матч этот Отменили Сразу Посыпались Предложения От других Турецких команд О проведении Этого матча Там просили перенести На день На день Потому что Ну не успевали Нужно было подготовиться В Турции есть Свой чемпионат Проходит Там Сыграла турецкая сборная Нужно подготовиться И так далее И так далее Предлагали Причем несколько клубов Известных В том числе Турции И высшей лиги Предлагали Сыграть Игру Но Тем не менее Это причем результат Был нашей Такой стратегической работы Которую мы ночью проводили Сидя в отеле Мы приняли решение Что мы всем клубам Турции Которые существуют Мы даем По всем соцсетям По соцсетям Я сидела И давала им вызов И вы знаете Вызов Они стали принимать Они поехали к нам в отель С нами встречаться Разговаривать Мы брали на слабоих Мы брали на слабоих Кто хочет играть Вперед Мы вас ждем Наш адрес Истамбул Каяй К нам ехали Но да Нам говорили Что вот на завтра Так быстро мы не можем А в пятницу Вперед Надо было улетать Четыре Но при этом Мы все равно Командой Так хорошо сыграли Наши болельщики Это шикарно Сыграть с турецким Футбольным клубом Нам не важно Была лига Еще что-то Нам нужен был Международный матч Ну показатель международный И нам нужно было Подтвердить этот статус И поэтому Кто там бы что не говорил Что если мы не сыграли С командой первой лиги То это типа Уже все не считается Нет Это неправда Мы хотели сыграть Международный матч И мы его сыграли Именно международный матч Это понятно А будут ли шаги дальше Да У нас есть Да Мы же работаем А что вы думаете Мы готовим Тем кому это все не нравится Еще сюрприз Мы ведем переговоры С двумя командами Турции Сейчас Сейчас название Не буду говорить Пусть пока Это голову ломает Но это только Турция Пока Турция Нет Извините Еще две страны Абсолютно разные Тоже нам предложили Сыграть с Кизилташем Сейчас же это почетно И модно Я могу только единственно Открыть маленький занавес Вот команда Стамбул Спор Имеет стадион Свой собственный На пять тысяч человек Команда С которой Сегодня мы ведем Переговоры И хотим играть Это стадион Тридцать пять тысяч человек А вот Непосредственно Наполнилась Этого стадиона Какая В Турции Футбол называется Национальным видом спорта В Турции Нет ни одного матча Где не наполняются Стадионы И если вот эта команда Имеет Пятитысячник До семи тысяч Можешь дополнить То я бы хочу сказать Если была бы игра Там был бы полный Аншлаг И причем Это уже оговаривалось За много дней до этого Они говорили Что мы имеем Проблему с тем Что мы не поместим Всех людей То есть такая была Востребованность И интерес к этому матчу И если мы говорим Сегодня о 35-тысячном Стадионе То я вас уверяю Если Казалташ приедет Туда играть Это будет полный стадион А если не приедет То не будет полный стадион Нет А вы знаете Даже Кучук Чекмедей Несмотря на то Что его рассматривают Каким-то Кучук На самом деле Так быстро Люди не знали О том Что будет игра Болельщики заполнили стадион И даже пришел Хор болельщиков Которые скандировали Они фаер-шоу Устроили Поддерживали И свою команду И нашу команду То есть мы по очереди Закричали речевки Потому что наших болельщиков Было мало Но они были с нами И кричали Казалташ Крым мы с вами Я бы хотел продолжить По стадионам Сергей Ну вот у нас действительно Футбол для болельщиков Да по сути Это игра Игра миллионов По-другому ее называют Но посещаемость Матчей профессиональных команд На сегодня в Крыму У нас взять к примеру Локомотив Сколько вместимость? 19 19-1900 Почти 20 тысяч А приходит Тысяча-полторы Для кого тогда этот футбол Вот у нас в Крыму? Ну вы понимаете Сегодня наша задача Вернуть болельщиков На стадион Это ситуация везде такая А почему они ушли Со стадиона? Потому что сегодня Масса телевидения Гаджеты Есть возможность Все матчи наши Наши показываются В прямом эфире Например По интернету Можно посмотреть Поэтому многие Особенно если там Плохие погодные условия Или ехать далеко Многие пытаются Посмотреть это дома Но сегодня задача Нашего Всего Футбольного сообщества Это Задача номер один Вернуть Зрителей на стадион И особенно Вот молодое поколение Которое у нас подрастает Убрать его От всех этих гадостей Которые иногда Окружают их на улице Там В том числе и гаджеты Которые Сегодня Которыми заняты Все наши дети И мои в том числе Вот Поэтому Главное Все что окружает Нехорошие Деток наших На улице Их нужно от этого убрать Вот это сегодня Задача Наша Номер один То что касается Футбола При этом стоит отметить Что болельщики Активизировались Да После игры Кизилдаша В Турции Все Вот мои Например знакомые Все теперь Контролируют Календарь игр И все хотят У нас там тысячи сообщений Было Вы себе не представляете Люди поздравляли Даже те которые не знают Что такое футбол Теперь все болеют футболом Поздравляли в соцсетях Где они смотрят футбол По сути интернет На сегодня Враг этой игры Просто эта ситуация Она так получилась В таком виде Выстрелила Что благодаря Вот этим нашим Украинским В кавычках Товарищам Что За нас начали переживать Вся Россия Весь Крым Начали поступать Вопросы о помощи Какое-то Еще что-то И когда мы это сделали И вышел Уже в эфир Сюжет о том Что мы все-таки вышли На футбольное поле И победили Такое количество Сообщений Пришло о том Что мы вас поздравляем Вы наши герои И так далее Когда даже ребята Уже вернулись в аэропорт Их встречали Уже здесь Наши крымчане Телевидение встречали Крымчане встречали С цветами И благодарили их За то что они сделали Почему Потому что Если открыть интернет И прочитать Мнение украинской страны Они же не сказали Что они победили Казалташ Или еще что-то Они что сказали Тем что мы сегодня Не дали состояться матчу Между крымским футбольным клубом И турецким Сегодня Украина Победила Россию Когда мы это прочитали Мы собрались со всеми футболистами И сказали Нет ребят Мы не можем этого допустить Мы этого не допустим А мы здесь сделаем все Чтобы это поломать Принципиально У этого появилась И вторая сторона Появились Турецкие болельщики Не только крымские татары А именно турецкие болельщики Турецкие болельщики Крымских клубов Да Которые нам пишут Нас поздравляют Они копируют Делят со всеми Турки готовы В Крым приехать Да Они именно Вот мне например Пишут болельщики Кучукчик меди Они говорят Обла Мы приезжаем Нам сказали На открытие джами И играем там В свой футбол Мы же должны отыграться Так что да На открытие мечети запланировано Да Мы же планируем Сейчас провести Товарищеский матч И мы это предложили В Турции Значит о том Что провести товарищеский матч Между турецкой командой И Козелташем Здесь на открытии Соборной мечети Как раз когда По Судя по последней конференции Президенту Был задан вопрос Относительно Того чтобы Имеется ли возможность Пригласить президента Турции Сюда на открытие Соборной мечети И тогда Владимир Владимирович Сказал что он уже это сделал Если это произойдет Это будет очень символично Что здесь произойдет матч Между турецкой и крымской командой И это будет здорово Ну господа Хотелось бы продолжить Футбольную тематику Крымскую в целом Интересный момент Еще был показательный Когда То что вы сказали О турецких болельщиках Мы когда сели в такси И После После Когда нам сообщили Что Игры не будет Игры не будет И мы садимся в такси Начинаем разговаривать И вдруг в этот момент Таксист Который нас везет Он поворачивается И начинает На турецком языке Причем С нескрываемым Разочарованием Говорить Как Не состоится Игра Так мы же собрались идти И он Он в курсе Того Что завтра Должна состояться Только турки называли Эту игру Не Крым будет играть Там С турецкой командой Он говорит Вы знаете Что завтра Должна команда Россия И турецкой И матч отменили Вы слышали Этот Нодекс В этой ситуации Мы не могли Вообще отказаться Наоборот Это нас Как-то зарядило И мы сели Создали такой штаб Быстрый вперед Стратегия Казалташ молодец Отлично С победой Выиграли здорово Сергей Ну а Что касательно Других клубов В Таврию Куда-нибудь повезете Или вот Крымские футболисты Будут продолжать Вариться в собственном Сынке Мы конечно Над этим работаем И не только речь о Таврии О всех командах Наших крымских Мы над этим работаем Пока не хочу говорить Определенные вещи Потому что Есть Определенные договоренности Ну Надеюсь Что Какие-то сдвиги В ближайшее время Будут Какие-то сдвиги Но у меня вот конкретно Вы сказали про детский футбол Что необходимо Развивать именно это направление На сегодня Сегодня это вопрос Номер один Я вам скажу честно Мы этот вопрос Обсуждаем все время И на всех встречах Приезд На всех встречах Когда приезжали делегации УЕФА сюда Один из самых главных вопросов Которые возникали Это именно вопрос Наших детей Ну вот к нам регулярно Приезжают представители УЕФА Говорят Ребят Как у вас тут Мол здорово И у нас здесь пять лет Уже так здорово А по факту ничего не меняется Ну Не совсем так Но Наверное В ближайшее время Будут изменения Потому что Представители УЕФА Сказали что После чемпионата мира Будет визит Будет Здесь не совсем Все так просто Потому что Работа ведется В этом направлении Первый опыт Мы открыли границы Это же очень важно Мы просто обратили На проблему крымского футбола Внимание В принципе Всего футбольного сообщества То есть Те кто Занимаются футболом Так или иначе Увидели те проблемы С которыми сталкиваются Футбольные клубы Крыма То есть Они не имеют Права Выехать куда-то Изграть с кем-то Еще что-то То есть Вот эти непонятные препятствия Которые создаются Не в спортивном Каком-то Разрезе А в политическом Причем Вчера мне сказали Уже шахматисты Борцы Мы тоже хотим Все готовы ехать Все готовы ехать Конечно Давайте Совет крымских татар Организовать Они тоже не выезжают За все это время Но все готовы Все Смотрят на козелтаж Теперь рулевой Альберт Ну в принципе Если говорить о создании клуба с нуля Да мы сейчас говорим А вот И продолжая тему Непосредственно детского футбола Может стоит вообще Отодвинуть Вот Футболистов профи Которые не имеют возможности На сегодня За редким исключением Да показателем Проявлять свои какие-то навыки Профессионализм И уделять внимание Больше вот непосредственно Детскому направлению Как раз к тому времени И санкции отменят Их не Оно Одно Все между собой Взаимосвязано Потому что Дети должны Четко знать Что и стремиться К повышению в классе Конечно Мотивация должна быть У них же мотивация Они выходят Видят взрослую команду Видят то Что происходит На поле Они же приходят Вместе с родителями Болеют Некоторые А у взрослых Есть мотивация Конечно Особенно Вот после Чемпионата мира Я вам могу сказать Ну Даже если взять Чисто Статистические данные У нас сегодня В детско-юношеской Футбольной лиге Крыма Участвует 127 команд Ну В прошлом году Их было 117 В позапрошлом Было чуть меньше 100 Самый лучший Показатель Во время Украинских времен У нас было 46 То есть Сегодня Особенно После чемпионата Мира Который так успешно Прошел в нашей стране Родители Стали приводить детей Заниматься футболом Вы знаете Нужно обратить Еще внимание Что наша поездка Еще принесла Что Это Курсы повышения Как говорится Квалификации Для тренеров Это обмен Игроками Это возможность Им Поиграть Реализоваться И в турецких клубах Это как раз В тот один момент Про мотивацию Для нас Очень важны Два футболиста Были приглашены На летние сборы В турецкие клубы Профессиональные А вот если Перетянутых В турецкие клубы Мы будем только рады Футбольная жизнь Она же очень короткая Спортивная Профессиональная И поэтому Если крымские футболисты Будут приглашены В профессиональные футбольные клубы Турции И там заиграют Для нас Это будет только гордостью Для детей Если господин Чубаров В очередной раз Какую-нибудь ноту протеста Не выскажет Господа Ну резюмируя Нашу беседу Получается Что политики Должны все-таки Болеть за спортсменов А не ставить им Палки в колеса Я благодарю вас За беседу Зрители За внимание Увидимся с вами Завтра В прямом эфире Программы Вечер лайф И обсудим То что обсудим Спасибо Спасибо